У нас 10 сентября, поэтому мы всегда хорошим поехали. По сути, сегодня пара больших, Игорь, пара башни, я его полю вот здесь, не до конца убрана еще. Вот коровки, овечки. Он пасет со своей женой Еленой. Вот они, рванули нас сразу. Коровка идет что-то. Вот, вот наша кормилица. Сошлись. Басмурная. А вот дождь идет. Сошлись. Сошлись. Время звонить телефон, что-то опять. Время звонить телефон, что-то опять. Время звонить телефон. 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 В 93-м. Ты можешь сказать, кто в это время потеряет тепло? Дима Плотников. Батюшка. Батюшка? Матушка была уже. Дальше? Марина Куемчиди была. Тут одна семья. Нам главная семья уже здесь. Еще кто? Петр Калашников. Нет, они позднее. А это? Андрей. Люба была Минаева? Нет. Люба позже приехала. Позже. А вот когда Люба приехала, в это время кто еще был в деревне? Люба приехала. Да. Слава, наверное, Старков. Где-то в это время. Уже были? Скалайки или чего? Вопрос серьезный. Скажи, пожалуйста, распределять кому, когда пасти, потеряете. Кроме вас, кто-то этим занимался? Раньше. Наверное. Как? Ну, меня интересует момент приезда Любы. Кажется, занимался. Занимался? А кто? Люба, наверное, ей занималась? Именно она не занималась. А кто-то занимался? Ой, не помню. Не могу сказать. Так. Было ли когда так, чтобы я пришел, ну, вы назначаете кому, сколько получать, там, Никита пасет, и сказал, эти деньги этому не отдавай, а отдай тому? Нет. Как? Не было. А? Ты понимаешь смысл с тем? Нет. Я пришел, вмешался в этот расчет и сказал, деньги никому не платите, а одному человеку все отдайте. Не могло быть такое? Нет. Не могло. Не могло. Гипотетически не могло. Я вообще, деньгамерское решение, никогда. Ты всегда в руке отдаешь. Конечно. А было так, чтобы кто-то пас, а ты его деньги кому-то отдала? Да. Он отпас, а я другому отдала? А другому отдала. Ну так как? Они бы сразу и... И притом это не один раз было, а у разных людей несколько раз. Обвинение-то и вас касается. Чтобы тот человек пас, а я другому отдала? Да. Но если, например, за... Нет. Если рассчитались, например, с ним, за кого он пас заранее? Нет. Он пасет. И вот кончил пастей, допустим, в воскресенье так, а я пришел и говорю, этому деньги не отдавай, а отдай вон тому. Нет. Такого не было. Не было. Ну ты будешь представить, теоретически это невозможно. А когда-нибудь я приходил, чтобы деньгами распоряжаться? Нет. Нет. Люба говорит, я не знаю, как говорит его фамилия, Михаил был. Я говорю, сэр, да-да-да-да-да, он пас. А пас такие дни, а мы, говорит, в воскресенье пасли. И вы пришли, или как там я... И сказал, деньги все отдайте, Михаил. А то пас семьи отдавать. Я говорю, Люба, ты что, угородишься? Первый раз слышал. Нет, вы сказали, Люба, это против моей жизни идет. Я за минуты бьюсь, а тут за дни... Еще ради я пришел бы распоряжаться-то. Ну хоть я как-то намеком давал это или нет? Нет. То есть я говорю, для вас это новинка? Да, новинка. А тебе? Тоже. Тоже. Чтобы я говорил, Миша, отдавайте деньги, а кто пас, нет. И Люба... Я говорю, сколько вам не отдали? Я скажу, что я со стороны вмешивался. Вмешивался словами. Когда Петя, Палашников, соединились, кто тут миете, они вместе и сказали, у кого сколько коров, столько дней пусть пасет. У Рабаша 36, 36. У меня одна один день. Было? Было. Я переломил обстановку. Вы людей гоните к нищете. Вы наоборот сделаете, чтобы у каждого было по 50 коров. Да. А по всей разнице нет и две коровы или пять. Воду не носить. А они пьют сами. Так было? Обстановка была изменена, и теперь ты не за коров, а за день. Так? Да. Ты не против? Нет. Ну, что я наставил на этом? Ну, конечно. Это справедливо. Они меня душили за это. Еще где я вмешивался по коровам? Нигде. Нигде? Ну, когда мы просили, чтобы вы за нас попасли, то... Ну, попасли я. Услуги свои предлагали. Вот сейчас попросили, я говорю, ну никак, картошка не выкопана. Не то, что там... Ну, а выкопали, я сейчас говорю, надо, теперь начисляй, когда идти. Ну, я ему написала. Да, написала. И все. Люба... Я говорю, Люба, ну, быть не может. Да... А почему подняли вопрос-то этот? Как давно было? А я говорил сегодня на занятиях и сказал, люди не платят десятину. А Бог участник. Он дал землю, дал воздух, облака, дождь, жизнь, кишечник. Все Божье. Он говорит, Бог, со мной-то поделитесь, я соучастник. Ну, хоть поровну поделим давай. Так Бог говорит, не поровну, одну десятую мою отдайте мне. Она нам не принадлежит. Почему? Он говорит, меня обкрадывайте. Он не говорит, вы жадно не отдаете свое. Мое, меня обкрадывайте. Мое у меня в кармане, а вы обкрадывайте. Это Божье. Это так было в Ветхом Завете и в Новом Завете. Поле это Божье. Ноги Божьи. Ничего нет не Божьего-то. И с Богом не хотят делиться. А Люба тогда и говорит в конце занятий, вслух. Вот вы говорите, справедливость. А вот справедливо, когда мы пошли, а вы деньги сказали отдать Михаилу. Я говорю, с Михаилом отношения были очень плохие. Он уезжал в Барнаул, пьянствовал и курил. Зимой чуть не замерз. По полям рыскал. Я его даже не помню почему. А? Я его даже не помню. Он низенький рост. Он немец такой. Церт. Он и Люба колодец, говорит, копал. Помогал с кем-то. Ну, ты помнишь, нет? Нет, я его не помню. Даже не помню. Я говорю, зачем бы ради... Ну, чтобы он остался пастухом. Я, правда, сказал. Миша, ты в лагере, трудящийся, достоин пропитания. Вы у меня кормитесь. Но ты пошел пасти, ты зарабатываешь. Теперь я тебя ставлю уже как человек, который приехал и живет на на наш кост. Ты по общему режиму будешь идти. Сколько у меня за лагерь платят за каждый день, допустим, столько-то рублей. Ну, 200-300. Ты же у нас не работаешь. А чего ради я тебя буду кормить, когда ты деньги кладешь в карман-то? Это я говорил. Сейчас. Никита в прошлом году пошел пасти. А Володя работает. Ну, мы одна семья. Никита получает, а Володя не копейки. Я говорю, поэтому Володя делает это распределенно на всех. Копаем картошку без Никиты там. А Никита что получит, делите пополам. По совести. Ну, у нас одна семья. Мы одна семья. Мы не делимся. Это ты каждый день при деньгах, ты питаешься еще. А Володя не рубля не получает. Ну, этот скромный, Сатажа, да нет, да не надо. Не надо. Справедливость дороже всего. Они тебе не на посевках. Давайте мы потихоньку пойдем. Ну, пойдемте. Так. Потихоньку. Значит, тут вы меня освобождаете от этого билиния. Да. То есть, вы можете подтвердить, что я не руководил финансовыми средствами за письму никогда. Ну, когда вот я вела учет, не раз про мне. А вот я раньше не помню, потому что и вел. Нет, нет. Она говорит, именно она. Она когда послали. А кто в это время при Любите еще был? Когда Люба приехала, кто еще в деревне было? Много народу. Глушков был. Глушков был еще. Глушков были, наверное. Ну, теперь легко. Неужели бы Галя там и позволила, чтобы я... За счет глупости городить-то. Нет? Вы это сказали, Люба. Не сказал. В каком месте? И ты столько лет ходила, в душе держала, здоровалась, улыбалась. А на душе был... Туманное бедно. Как это так могло быть? Где ты видел, чтобы я знал, что это несправедливо и заботился о несправедливости? Ты знаешь, когда было с Терентьем... Так я сколько там ходил? В грязь ударил, а потом его по рубахе там... Я обязательно вступлю за это дело. Ну ладно, у меня вопросов больше нету. А ты сейчас приезжал-то в Донецк? Сейчас приехал из Украины Сергей Игнатов, юрист. И слез на Подстёбное и не позвонил. Почему? Ну я же турист, я говорю, дурист, а не турист. И когда площадь прошла, он пошёл вместо влевого курова. И он три дня блуждал. Три дня. И с собой тележка, когда разбухла, всё... Ну я не знаю, килограмм сорок, наверное, есть. У него всё с собой, лопаткой. Да и колени у него заболели. Сейчас и Никита его там обихаживает. Так что встретились тоже, с того Бога. По вашему приглашению что-то? Я его приглашал. Или разрешил? Разрешение было, да, мы давно переписываемся. У него сын больной какой-то, как вот, вроде, с матушкой Ольги. Так ты возьми велосипед-то, э! Съезди, заверни на нём. Ну мы можем он и к этой подойти к хосе. О, смотри, собаки-ка. А они не поймут. На кого? Да, не поймут. Вот, ну, я не поймут. Сделай. 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 Он там понимает, что Игорь так не может сделать. Селёнку. С собакой. Сделай. Как-то у батюшки там были коршки. Поём-то в кишки выбросили. А батюшка их прогнал. Сейчас он ещё коршем рассуждает-то. Ещё верующим называет. У меня ребятишки не кормленные. Вышел тут бородой, трясёл. Прогнал меня ему. Самому кишки нужны что-ли? Нет, конечно. и на кормят и как собак скажи ты пожалел кишки и тем более свыше были самые натянутые отношения и вот когда суд был волков и он пришел туда и нашим говорит я пришел это он упал на морозе еще бы я ради него старался да там мы их найдем никак зачем вы меня допрашиваете как гестапо 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 было то что НКБД порвало свои плечи на пустях не пролито оно было лучше НКБД в общем ты нас позволишь и потеряешь, ты здороваешь компонент просишься курить ты приехал там в лагерь, не в деревню ко мне, я отвечаю за тебя ну такое только произведение стихотворения даже написано слово мечта я вам разнес по щепкам это слово мечта только в отрицательном плане никогда положительно в Библии нету а просто мечтатель, кремлевский мечтатель ну знаете там сидит перед ним вот такая наша история мы сейчас что делаем спустились вниз и там на выходе камень и он очень острый мы хотели ему сшибить он один, вокруг красный кирпич а он забурованный туда мы нашли вторание большого камня этим камнем мы убили пытались его никак наши камни разбывают дать нисколько если будет ехать тут кто-то чтобы монтировка чем быка в конце лежит он роли не играет но прям острый как нож ну убрать бы его так ну поехали Слава Никогда едешь во вторник, Игорь? нет я на эту неделю не еду это очень важно мне надо где-то прицепиться если что-то у нас не случится такое запчастями или еще а в то время Жени не было еще Нищука ну я спрошу все равно их по подозрению в 97-м приехал он в 97-м приехал он с Коши да все 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 Продолжение следует...